Шалом, шалом! Мы продолжаем наше занятие по теме слова молитвы на иврите. В прошлой брахе мы говорили о возвращении в город Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим. А в этот раз мы просим о воцарении в Иерусалиме царства, царства наследника царя Давида. И сразу отметим, что эта последовательность, она не случайна. Вообще наша молитва построена по такому логичному порядку, как цепочка, как домино. Если поставить домино один за другим, то поставить, одно толкнешь, это одно второе, третье, четвертое, и так домино красивенько все упадет. У нас тоже все молитвы связаны друг с другом, как цепочка, все связано. Вот давайте посмотрим, я возьму Сидур, и вот просто пойдем по проходу, и видно, что это связь, прямая связь. Например, вот я начинаю с нашей молитвы Ишуа, восстановление царства Давида. Так для того, чтобы было это Ишуа, очень желательно, чтобы был Иерусалим. Без Иерусалима, извините, о чем может идти речь? Нужен Иерусалим. Для того, чтобы был Иерусалим, нужны праведники. Для того, чтобы были праведники, надо, чтобы им никто не вредил, не мешал жить. Поэтому мы молились о том, чтобы убрать злодеев, нечестивцев. И для этого нам необходимы честные судьи и правители. А для всего этого мы с вами должны для начала вообще приехать в Израиль. Именно это порядок наших молитв. Вот у нас Цембах Давид, сегодняшняя молитва. Потом до этого было Иерусалим, до этого было Цидиким, до этого были Мальчаним и Шофтим. И до этого мы сказали Ткабу Шваргадоле Херусейну, Кибуц Гулуёд. Видите, все идет в порядку и в четкой и логичной последовательности. Итак, мы просим в этой молитве Ишуа. Ишуа – это вообще влияние сверху. Такой вот процесс избавления Ишуа – влияние сверху. Но мы должны к этому готовиться, на нашу подготовку, и мы тем самым притянем это влияние сверху. Давайте посмотрим на слова этой молитвы. Тут заголовок написан «Старствование дома Давида». Мальхуд байдавид. И слова такие. Давайте почитаем по-ашкенарски, потом будем разбирать. Мы встречаем здесь два интересных слова, которые необходимо разобрать. Слово «цемах» и слово «керен». «Цемах» и «керен». Еще раз. «Эт цемах давид авдыха мегера тацмиах». «Давид авдыха» понятно. «Давид раб твой». «Эвет» – это раб, слуга. «Авдыха» – раб твой. Мы обращаемся к Творцу и просим «тацмиах». 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 От слова «лят смех» как «цемах». «Цемах» – он растет. «Возрасти». «Мегера». «Мегера» – побыстрее. «Цемах Давид». «Тебе, что такое «цемах Давид»?» «Я у своих детей спросил на шаббат. Что такое «цемах Давид»?» «Уже 10 лет людям». И даже они не совсем поняли, да, «цемах Давид». Дети знают, что «цемах» – это растение. «Растение» называется «цемах». «Цемах» – это растение. «Цемах Давид» можно понять как растение Давида. Какой-то цветочек Давида. Конечно, нет. Что имеется в виду? «Аксус» переводится. Это даже не переводится. Написано «потомка Давида». «Потомка Давида», то есть «цемах» как «потомок». Но это… Он из «потомок», это не «потомок», «цемах», «цемах». «Цемах» – это «взрастание», «царство Давида». Это взято, конечно же, из «Псухим», из «Танаха». И мы вернемся к «псухим» сейчас и поймем, о чем идет речь. Смотрите. Написано «Захарья». «Прок Захарья Гиммель». «Ки генене мави эт авди цемах». Только «пасук». «Ки генене мави эт авди цемах». «Вот я привожу к вам своего слугу цемах». «Цемах». Тут «цемах» – это вообще как будто имя, да, чего-то. И на самом деле, на самом деле есть мнение, что имя Машиеха – это «цемах». То есть еще раз, «цемах» – это что-то, что растет. Да. Мы это уже встречали, на самом деле, во вторую браха, с ним вы перейдетесь на вторую браху из «Шмунаес». Мы там говорили «Мелех мемит у Михае умацмиах Яшуа». «Царь, который мемит, умиршляет, Михае оживляет умацмиах Яшуа». «И взращивает Яшуа» – «избавление». Видите слово «мацмех». То есть «цемах» – это что-то, что развивается. Растение. «Цумех» – оно развивается. Растение развивается. Это «цемах». На самом деле, многие историки, философы, они говорят о том, что процесс исторический, он как процесс развития. Человечество развивается по какому-то процессу. Некоторые это изображают в виде как спираль, которая идет вперед. Разные есть на эту тему теории. Но в любом случае, так и иначе, все согласны, что история развивается. Ну, как все. Сейчас уже некоторые утверждают, что все хаос, хаос. Но раньше историки, философы утверждали, что история, она развивается. И это, безусловно, правильно. Это правда. Правда. История, она не стоит на месте, она развивается. И мы молимся в этой брахе именно о окончании этого процесса. Happy end. Мы надеемся. Только мы просим, что процесс, он был как можно быстрее и как можно более безболезненный. Чтобы это был процесс безболезненный. Теперь в цемах мы сказали, что то, что растет и развивается. В самых цемах растения мы смотрим на цемах, на растения. И мы не видим, как оно развивается. Сначала мы вообще не видим, что там что-то растет. Вдруг там что-то выросло из земли. Маленькое-маленькое, незаметное, это начинает расти. Но если мы будем следить и смотреть, как цветочек растет, можем на себе два часа, мы не заметим, как он растет. Это процесс незаметный. Но иногда бывает, что встал утром, и этот процесс, я говорю, этот футок, он уже вырос. Вдруг он вырос. Так же и в нашем случае. Так же и в нашем случае. Смотрите. Мы сказали, что цемах это имя Машиеха. Написано так. Радак объясняет, он приводит это из Хазаль. Масехет Сангедрин. Трактат Сангедрин. Сангедрин. Цадик Хет. 98-я страница. Там сказано, что имя Машиеха, царя Машиеха будет Менахем. Так написано. Менахем. 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 Это имя царя Машиеха. Теперь. Гематрия. Числовое значение слова Менахем и слово Цемах. Это одна и та же гематрия. Это очень легко можно увидеть. Менахем. Цемах. Общую букву, как общий знаменатель мы убираем. Мем. Мем. Убираем. Менахем. Цемах. Хет. Убираем. Менахем. Что остается? В слове Менахем у нас остается буква Нун и вторая Мем остается. А в слове Цемах остается Ц. Цадик. Получается, что и Цадик 90, и Нун Мем это тоже 90, 50 и 40. То есть гематрия одинаковая, 138. Поэтому мы говорим, что имя Машиеха, Менахем или по другим версиям Цемах, это конечно не случайно, потому что Машиеха как протез, который идет и растет. Мы этого как бы не замечаем, но время от времени, то есть периодами, как мы вдруг видим, что произошло такое изменение, как дети растут, мы тоже это не замечаем. Но если мы их давно не видим, мы вдруг посмотрели, опа, как они выросли сильно. Внуки быстрее заметнее растут, чем дети, как известно. Это что касается, милы, слова Цемах. Цемах. Еще раз, есть пасук, у нас есть пасук из порога Захарья. Кененим ви эт авди Цемах. Вот я перевожу вам на своего раба Цемах. А Тиргум, Йонатан, он переводит так. То есть вместо того, чтобы перевести Цемах, перевод Тиргум и Йонатан, он переводит Авди Машиеха. То есть он в переводе уже переводит Цемах как Машиех. Это очень интересно. То есть он уверен на сто процентов, у Руха Кодиш, что Цемах это имеется в виду Машиех. Еще, еще есть пасук, например, Тегелим, Тегелим Куф Ламет Бет. Куф Ламет Бет, там уже говорится не о Цемах, там уже говорится о Керен. Это наше второе слово. Керен. Мы говорим из-за слова Цемах и Керен. Цемах мы объяснили. Цемах это что-то, что растет, процесс продвижения растет. Цемах. Керен. Что такое Керен? Слово Керен. Слово очень интересное. Есть как минимум три значения у этого слова. Слово Керен. Куф Реш Нун. Куф Реш Нун. Что мы знаем о слове Керен? Либо это может быть рог на голове у быка, у барана, у козла, у оленя. Рога. Рог. Рог. Керен. Либо это может быть лучик от солнца или не от солнца, луч света. Это тоже называется Керен. Керен. У нас было написано Карно Тарум. Бешу Атеха. Это наша молитва. Тут написано Шам Ацмиях Керен Ле Давид. Тот, кто не знает иврита, хорошо, может ужаснуться. Там я отращу Шам. Там я отращу. Шам. Это Шам, как говорит. Керен Ле Давид. Я отращу Керен Давиду. Видите, тут эти два слова идут в связке. Связка. Цемах и Керен. Это идет вместе. Керен. Керен. Те илим. Куф лам. Бет. Посук Швайцера. Опять-таки перевод. Перевод. Йонатан Бен Узиэль. Йонатан Бен Узиэль. Везде где он похоронен? В Израиле на севере. Правильно ли, Робари? Могилы Йонатан Бен Узиэль? Амука, да? Да. Везде. Кому нужно жениться, выйти замуж. Ищет пару. Можно туда поехать, попросить. Там есть чудеса происходит. Я сам бы там был. Чудеса. Очень интересные вещи. Там, например, машина. Она едет в гору. Я сам это видел. Даже автобус там ехал в гору. Там видна гора. Машина. Там был такой микроавтобус. Выключил мотор. Мотор вообще не работает. Снял с тормоза. И покатилась в гору. До сих пор не понимаю, как это происходит. Там разные чудеса. И говорят, что это с гуля найти партнера для жизни. Ну, конечно же, благодаря молитвам. Теперь Тиргумен Антон пишет так. Еще раз. Шам Ацмиды Хкерен Ледовид. Это наш послуг. Давайте еще посмотрим на картинку. Шам Ацмиды Хкерен Ледовид. Как переводит Тиргумен Антон? Таман. Ну, Таман это Шам. Очень легко понять. Потому что мы говорили, что Шин и Тав они меняются. Ш, Т, Шин, Тав. Шам, Стам. Там. Тоже по-русски там это слово Шам. Это буквы, которые меняются. Там это Шам. Севритом. Тоже на арамейском. Таман. Там. Ацмиях. Теперь вместо Керен Ледовид. Переводит Тиргум. Переводчик переводит. Йонатан Бенузель переводит. Млах я Керен Ледовид. Тав я возвращу. Там я возвращу. Как я это говорит? Не возвращу. Как это сказать-то по-русски нормально? Возр… Глагол Возрастить. Возрастить. Решу. Не знаю, как по-красивее сказать. Взращу. 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 Слава Богу. Взращу. Взращу. Он говорит. от смех малах я кирилл бейдавид не тут нету слова кирин переводе там я взращу малах царя царя там дорогого царя для бейдавид 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 это имеется ввиду те кто вышли из из давида то есть его наследники да то есть внуки правнуки все его поколения после давида как династия ну и насти хотя она может быть прервалась где-то да то есть они не были царями но 11 сохраняется есть люди которые знают до сих пор что они потомки потомки царя давида таких людей мало простой из них машех это вопрос слово машех мы сразу скажем туда словно слово машех что такое машех это дословно помазанник лимшох большими это помазанник и кстати помазанникова этого и во время были времена и в будущем наверно его помажут из рога там бы на самом деле будет рог как царя давида и царя шло шло но их помазали леем масло такое вид масло из из рога взяли рог и из рога назначаем керен но здесь керен имеется не буквально рог ты ведь что-то другое еще раз керами давид мэр манах якир дорогого царя то есть видишь что керен это имеется ввиду какая-то мощь и уважение до царю уважаемым сильно должно быть это приводится это вот нам преподается об слове керен другой другой комментарий который называется метода давид он объясняет так быть и он от смех керен мэмшала видите вообще очень длинный перевод да у нас было всего этого четыре слова еще раз повторяю шам от смех керен ле давид шам от смех керами давид и тут в переводе целое предложение это на самом деле это не перевод это то есть любой перевод он комментарий а это уже это конкретный комментарий это объяснение бит си и он от смех керен мэмшала добавляет словами мэмшала то есть правительство до сильное правительство или давид рот целомарно объясняет что это значит шами трабе вид гадель мэмшаль то что на слово керен потому что правление давида она и трабе вид гадель усилиться увеличится вырастет как керен он растет керен аки ценах он тоже растет да тоже незаметно потихоньку еще медленный может быть и ценах дорога они и и растут растут и чем больше он растет тему как бы и сильнее да тему тему сильнее с любого большие рога он чувствует более таким уверенным большими рогами это 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 рок есть курьез есть очень интересный курьез с этим понятием керен видите мы скажем что керен это может быть как и рок и как луч не можно ошибиться да в переводе и была такая известная историческая ошибка есть пасук в крив книги шмот в конце прошат в кель там написано про машера бэйну он спустился с горы синай то написано каран арпанов каран арпана то есть и слово керен есть глагол каран каран это глагол man man war paal karan or им 1 буква 1 or or буквы 1 это как бы кожа or айн ва врэш or пана в пана в лица его мы знаем что имеется ввиду что каран арпана в это как бы светилась лицо машеребейну светилась на слово святость он спустился за горы синай и вы лицо светилась святость каран арпана переводчик который перевел тору на латинский язык в четвертом веке давным-давно писал перевод бульгата он перевел и он перевел то как то не так он перевел то что место каран как светилась как нужно что керен это луч он подумал что керен это рок и что получилось получилось что он написал что у машеребейну выросли рога да представляете себе и потом известный скульптор михеланджело он извоял в разные там статуи дальше у него есть давид известная статуя давида стоит давид в виде непристойном и у него есть статуя машеребейну и на этот статуя машеребейну видно рога вот есть картинка давайте посмотрим о видите этому шаребейну понимаете ли видите на голове видно рога можно убирать этот позор то есть михеланджело почитал библию почитал писано в торе что у машеребейну как потом перри переведено до рога отросли так он это так он и сделал и так больше века больше века все человечество думало что на самом деле машеребейну рога на голове поэтому поэтому нельзя читать переводы и тор на другие языки потому что все же одна это одна из грубых ошибок в переводе и тем более для читать библию ни в коем случае дожду бы не задержать потому что она может в руки попасть откроет библию там такое написано у даже лучевому калтуру не сдавать этот кто-то посморил библия святая книга захочется хранить нет проблем ее сжечь библию можно сжечь и старый заведено возле можно жить без проблем вернемся к нашей теме керен суммах мы говорили да что урок он тоже растет и это сочетание коран и смех керен для смех керен чернотизали на нас на слова наши молитвы эт цемах давид а вдыха мира тот смех теперь мы понимаем больше это прошлый сайт слайд до этого вот и цена давид а вдыхами рата смех все можем это перевести понять да что как бы взрасти царство давид а вот что имеется ввиду взрасти царство и зарабатывая его побыстрее этот смех для смех это же глагол это глаголы в эфире если мы уже говорим про глаголы и мы как бы учим иврит да то я сразу скажу важную вещь про глаголы в эфире вот по аль и и и фильм до лиц мох лиц мох это по аль самах самах до цветочек он рос самах самах растение сюда сам самах выросло росло самах лиц мох самах это по аль самах по аль из этого можно сделать и фильм ли от смех это и фильм как ли отлик для азмин и фильм часто очень по аль переходит в фильм до пальто действия активные и фили еще более активные самах и смех в этом случае до самах просто что-то рос он сам рос он был активный 0 от смех это повлиять на кого-то чтобы он взрос да как как все скажем по пару пару примеров например шама ляшмия шама ляшмия шама слышал ляшмия это русский даже не переводится ляшмия озвучить как вода озвучить то сделать так что вот это услышал ляш вместе оставлю музыку то я вам даю музыку послушать они машами я довожу до вас что вы услышали для этого глагол ляшмия и фильм так часто происходит вы видите что по аль перерастает в эфиль шама ляшми самах для от смех даже есть слово ля акрин коран ля акрин из такой коран из этого коран до слова керен свет 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 светился коран светился и слова ля акрин ля акрин из-за куда то есть или освещать или когда показывают там кино луч света это называется ля акрин показывать фильм и тогда этому подобное сейчас такое происходит давак ля адбик давак ля адбик это бесконечно можно положать давак ля адбик давак это ледвог башем до прикрепиться давак а ля адбик это приклеить клеем ля адбик ну или не клеем давак ля адбик и так далее может сами с этим играться это работает не всегда но довольно часто это по аль эфиль то что мы встречаем у нашего наши молитвы да еще раз как это работает посмотрим это мигдевит а в дыха мегират ацмиях и теперь в карно тарум бешева тихо тарум слово рам рам ваниса гаво да подними для али арим для арима за слову глаголе арим тарум подними то есть почет его силу его который символизируется в понятие керен карно тарум бешева тихо бешева тихо бешева тихо и слова слова и шуа и шуа твоя еще от их а твоя и шуа и дальше как бы мы говорим почему мы так просим как у нас право так просить ки еще от хаки вину колеем ведь мы кивину кивину для кого-то кивину мы надеялись до ли еще от ха избавление твое коляем коляем целый день коляем целый день целый день то скажем очень тоже важные вещи вы видите райцы между кульон и коляем коляем это каждый день колем 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 йом день колем колем кольен это целый день то есть целый а ём это этот день целый этот день колхаём целый день дома сама коля лайла коля ходишь коля шона и так далее целый день тут написано постоянно что такое коль айом не то что как вы целый день какой день имеется ввиду постоянно мы надеемся надеемся были мы надеем тут описано кивину время прошедшие кивину имеется ввиду что мы постоянно да и сейчас тоже мы надеемся что ты нас спасешь мы говорим что ешуа это вид спасения спасешь да что еще написано дальше молитва кивишу адха кивину коль а йом умница пимля ищуа и также мы мидса пимля ищуа нет лица под лица под уже тоже тут свия это тоже ожидать ожидать цепи то ли ищуа казано что окраинчик приходит в ляма баба будущими расспрашивают вопрос цепи то ли ищуа ожидал ли ты ищуа цепи то ли ищуа не ожидать избавления и тогда она придет это под ты еще да и значит дальше уже в конце баруха ташим от смех керан ищуа то конец этой брахи благословения баруха ташим от смех керан ищуа как обычно в конце мы возвращаемся как бы начало до обычно начало и конец одинаковые мы просили в начале карлотарумбе еще от их а то смех конка но то смех тоже в конце баруха ташим мацмия керан ищуа это настоящее время мацмия керан ищуа потому что мы сказали что творится постоянно способствуются разными способами для того чтобы взрастить керан ищуа спасение до керан как вы сказали понятие как силу и и почет на смех керан ищуа то есть еще раз объясним эту молитву как бы мы просим о чем в этой молитве мелех это это царь потомк давида он называется маши их мы говорили до цемах менях м и переводится переводится никто будет машин 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 это царь мы все в той или иной степени мне кажется как-то немножко это больше кто меньше побаиваемся это понятие машин до царь машин если какой-то такой страх такой немножко почему-то происходит по двум причинам основным ну во первых да вдруг будет какой-то царем на буду что делать все должны выслушаться а мы может сами хотим мы захотим решать что делать да никто и хотят сами править поэтому не все так активно желают и ждут что пришел на шеях это первое первую очередь вторая причина что уже к среде научены научены горьким опытом от разных жестоких царей и от разных лыжей миссии которые душа не они машины казались нет не таковыми и этот этот вот горький опыт он отложил все в таком вот такой памяти коллективный скупать и коллективная память это какая-то травма и в результате да мы находимся таком каком-то комплексе комплексе раза комплекс что мы уже мы уже как бы не всегда даже даже хотеть чего-то хорошего то есть нам говорят будет такой царь хороший царь все будет хорошо мы уже не верим мы как-то можно как бы да мы уже знаем эту услышали мы тоже проходили мы тоже проходили и трудно в это поверить такая ситуация она известна таком разных других областях жизни когда проходит какое-то впечатление какой-то ситуации и потом у него складывается такое впечатление такой осадок остается нехороший хотя на самом деле сама ситуация по себе сама она как бы нейтрально на то может хорошая она чек как бы не преуспел в этой ситуации получил травму и получается что все ситуация она желательно и хорошая но проблема где находится проблема как бы в мозгу в нашей нашей программе и от сами воды продвигаться и программу как бы пытаться улучшить да иначе на самом деле будет трудно чего-то пути хорош потому что мы этого не хотим очень хорошие трудно это будет получить дать ашем мы ждем все вымер обмену керен и шуа и сказать что это 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 окончание окончания процесса который мы начали просить с приходом израиля ход в израиль кибут гулует дальше есть шов тим хорошие правители да и наказание иеретиков то написано потом что были праведники иерусалим и царствования дома давида дома давида на этом мы заканчиваем и серию просьб которые связаны связано с воцарением в израиле хорошего царства спасибо за внимание всего хорошего до новых встреч кольту